МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. И вновь продолжается бой. Еще раз о вреде так называемых фанфуриков и о том, как планируют изгонять их с прилавков аптек, рассказали в Министерстве здравоохранения. На крючке. Как и рыбку волжскую съесть и здоровым остаться. Добро пожаловать или наконец-то сделали дорогу. В деревне Яндоуша Канажского района, помимо прочих благ цивилизации, появился долгожданный асфальт. Сегодня глава Чувашия с рабочей поездкой находится в соседнем со столицей муниципалитете. Речь идет о Чебоксарском районе. Как идет уборочная страда? Насколько развит в районе малый и средний бизнес? И все ли сделано по благоустройству? Это и многое другое интересовало Михаила Игнатьева. Сейчас в самом разгаре уборочная. Глава Чувашия интересовался видами на урожай. Заехал он на птицефабрику Акашевская, где выращивают цыплят бройлеров. Их, кстати, активно берут наши торговые сети. Михаил Игнатьев принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Большой Чигирь. Основные проблемы обсуждались уже на Большом совещании в поселке Новоатлашево. В нем приняли участие старосты и главы сельских поселений. Подробнее о поездке смотрите завтра в нашем выпуске. Глава Чувашия продолжает бороться с так называемыми фанфуриками. Под действующим меморандумом об ограничении продажи спиртосодержащих препаратов подписываются новые оптичные сети. Пока фармацевтов возможно только попросить, но далеко не все прислушиваются к просьбам. Этот вопрос сейчас находится и на строгом контроле главы республики, который неоднократно подвергал критике работу фармацевтов. Сегодня об этой проблеме и возможных путях ее решения журналистам рассказали специалисты Министерства здравоохранения и социального развития. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сколько ни рассказывай людям о вреде фанфуриков, о желающих приобрести такие настойки для принятия внутрь, меньше не становится. Специалисты Минздрава республики приводят пишущие братья наиболее вопиющие примеры. Недавно в одной из районных больниц врачам удалось вывести из комы женщину, которая отравилась лишь малой дозой спиртосодержащего препарата. Ее мозг попросту умер, и сейчас медики пытаются восстановить его работу. Часто употребление фанфуриков приводит и к летальному исходу. Эти настойки чрезвычайно опасны. Это в любом случае токсический гепатит с переходом в цирроз печени. Это острая почечная и печеночная недостаточность. Это острая мозговая хома. И это острая дистрофия миокарда. То есть, соответственно, здесь очень страшен компонент токсического действия этих препаратов на наш организм. Для кого-то фанфурики лекарства, а для кого-то альтернатива алкоголю. В аптеках эти препараты отпускают без рецепта. И, по сути, торговать ими закон не запрещает. Ограничить продажу настоек в республике пытаются и заключают соглашение с фармацевтами. На дверях аптек вывешивают вот такие плакаты. Теперь здесь не торгуют фанфуриками, которые превышают объем 50 миллилитров. Цель меморандума – это не продажа добровольного спирта, содержащего более 50 миллилитров. Под эту когорту у нас подпадают, значит, сейчас настойка боярышника 100 миллилитров. Гербатон 100 миллилитров. Пламелит, если где-то еще остался, 100 миллилитров. И асепталин 100 миллилитров. Настойки меньшего объема обычно не вызывают интереса у любителей спиртного. Хотя и в случае с мини-флаконами фармацевтов просят при продаже рассказывать людям о побочных эффектах и предлагать этим лекарствам замену. Настойку, значит, боярышника можно заменить плодами боярышника. Если спрашивают настойку перца 25 миллилитров, который тоже очень эффективное средство для натирания, значит, можно как бы предложить либо перцовый пластырь, либо массе с пол, который тоже в состав входит перец. В республике продажу спирта, содержащих настойк, ограничивают уже более 100 аптек. Журналисты решили их проверить на честность. Там, где вывешен знак запрета, нам отказываются продавать 100 миллилитровые флаконы. Но о здоровье жителей заботятся не все. Правда, далеко не все аптечные сети Новочебоксарска подписались под меморандумом об ограничении продажи фанфуриков. К примеру, здесь только что нам удалось приобрести сразу три флакона асепталина объемом 100 миллилитров. Вот здесь на чеке отчетливо видна дата 31 июля 2014 год. Специалисты отмечают, что запретить продажу фанфуриков возможно, но только после принятия поправок в закон. Именно так в стране удалось притормозить производство дизаморфина. В его состав входил лекарственный препарат пенталгин. Теперь его продают по рецепту, и это повлияло на ситуацию. Производство страшного наркотика сократилось в разы. Медель Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика. Большое количество незаменимых полезных веществ и отсутствие холестерина. Речь идет о таком полезном продукте, как рыба. Однако иногда с ней в организм попадают не только витамины и аминокислоты, но и болезни. Как не попасться на крючок, покупая рыбу, выясняла Ольга Пырочкина. Вот она, обитательница Волги. Эту рыбку поймали практически на наших глазах. Теперь участь ее, конечно, незавидная. Она попадет либо на сковородку, либо на прилавок. Впрочем, незавидной участь может быть и у того, кто съест эту рыбку. Тема, что называется, совсем не к столу. Специалисты отмечают, практически вся пресноводная рыба, особенно если поймали ее в естественном водоеме, заражена паразитами или их личинками. Большинство из них вполне комфортно живется и в организме человека. В нашей республике регистрируются заболевания, которые передаются человеку через рыбу. Это дефилобатриоз, который в основном передается через щуку, окуня, налима и апистархоз, который передается через карповую рыбу. Человек истощается, у него появляется недомогание и, соответственно, зуд какой-то возможен и проблемы с пищеварением. За сложными названиями заболеваний скрывается простой и очень неприятный смысл. Так, дефилобатриоз – это глистное заболевание, которое вызывается паразитированием в организме некоторых ленточных червей. Евгений Федорович – рыбак со стажем. Рассказывает, рыбачить на Волге уже более 50 лет. Клюет в основном лещ, карп, лов, предпочитает жарить. И вот до сих пор жив и здоров, шутит Евгений Федорович. Да, нам все ни по чем уже, ну, пенсионерам. Возможно, причина хорошего самочувствия Евгения Федоровича как раз в том, что пойманную рыбу он жарит. Рыбу нужно прожаривать мелкими кусочками в распластанном виде или хорошо проваривать ее в течение 20 минут. Также, если вы хотите солить рыбу, то засадить ее нужно в концентрированном растворе соли. 140 грамм соли на 1 килограмм рыбы. Также личинки ленточца широкого погибают при температуре минус 12 градусов в течение 72 часов. А личинки аписторхиса в течение 32 часов при температуре минус 28 градусов. Как и сколько по времени солили и сушили рыбу, которую продают на улице частные торговцы, неизвестно. О том, насколько она безопасна, следует судить по специальному документу. Поскольку волоская речная рыба является по санитарным нормам условно годной, та же рыба щука, налим, окунь, другие, должны поэтому при реализации, она должна реализовываться после производственной обработки и в организованных коллективах, то есть в организованной торговле. Это магазины. Что касается рынков, значит, она в обязательном порядке должна проходить проверку в санитарно-ветеринарной лаборатории, после чего выдается экспертный талон, и покупатель всегда вправе, и продавец обязан выставить его на видное место в месте торговли, а если его отсутствует, то покупатель вправе о нем спросить. Однако таким правом покупатели чаще всего не пользуются и не хотят. Смотрите, не боитесь покупать? Нет, мы уже кушали, пробовали. Зачем нам бояться? Очень вкусно. Но продавцы талон не только на видное место не выставляют, но и сами при просьбе его предъявить прячутся. А у вас есть талон экспертный? Не знаю, я не ловлю, за деньги покупаю. За деньги покупаете? Конечно. А у вас есть экспертный? Есть, все есть. А покажите, пожалуйста. Уйтика. Покажите, пожалуйста. Уйтика. Здесь министерство кушает нашу рубу. Здесь лакуатура кушает нашу рубу. И домой приходит. Жители столицы Чувашии, которые живут на берегу самой большой реки в Европе, отказаться от пресноводной рыбы совсем специалисты, конечно, не просят. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать простые правила и покупать рыбу в проверенных местах. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Антон Вовк. Республика. На республиканских дорогах продолжается ямочный ремонт. Сейчас он выполнен на площади 95 тысяч квадратных метров. В некоторых районах строятся новые дороги. Жители деревни Передняя Яндоуша Канажского района добили, чтобы им сделали асфальтированную дорогу к 1 сентября. Деревня Передняя Яндоуша Канажского района ведет свою историю с начала 17 века. Как говорят местные жители, 403 года здесь не было хорошей дороги. Димой в Распутицу деревню не могли заезжать автомобили. Не могли завозить товар в магазин. Протоциты таскали на себя. Дорога готова на 97%. Сейчас рабочие заканчивают укрепление обочины, сделаны съезды, установлены искусственные неровности и размечены пешеходные переходы. Протяженность 1 километр. Из них 800 метров 5-й категории, что позволяет проехать здесь школьных автобусов или школьных маршрутов. Четвертая категория – это 200 метров около деревни при въезде, разворотная площадка со столовочным павильоном. Четвертая категория – ширина дороги 6 метров. Объект должен был быть сдан в середине осени, но строители решили завершить его к 1 сентября. На строительство дороги затрачено 20 миллионов рублей. 18 выделил Республиканский дорожный фонд, 2 – муниципалитет. Теперь жители деревни Передней Индоуши планируют организовать автобусный маршрут до Канаша. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Если, выходя из кафе, вы не обнаружили автомобиль на своем месте, не стоит паниковать и звонить в полицию. Скорее всего, вашу неверно припаркованную машину эвакуировали. Ежедневно чебоксарские дорожно-патрульные службы таким образом вывозят более десятка машин. Наша съемочная группа отправилась на одну из подобных операций. Пока звучит сирена, у недопросовестного водителя есть время выбежать на улицу. Если сигнализация не сработала, автомобиль увозят на спецстоянку. Не прошло и пяти минут, как объявился хозяин машины. Однако нести ответственность за административное нарушение все же придется. Полторы тысячи рублей – такова сумма штрафа за парковку в неположенном месте. В случае, если автомобиль забирает эвакуатор, дополнительно придется платить за место на штраф стоянки. 43 рубля 18 копеек каждый час. Данный участок, проблемный участок, паркуется и сужение проезжей части происходит. И по одной полосе только могут машины проехать, и затруднения движения происходят. Парковка в неположенном месте чревата не только затруднениям движения. Неверно припаркованные автомобили мешают проводить уборку, портят бордюры и цветочные композиции. Ведущий специалист дирекции гаражного хозяйства заверяет, что проблему из-за нехватки мест на парковке делать не стоит. Людям стоит парковаться на специально отведенных местах, то есть это паркинги, карманы для парковок, для остановки машин. И, конечно же, на платных специализированных стоянках, на платных стоянках, ближайших центрах, торговых центрах. Можно дойти до рабочего места, потратив на это минут от пяти до десяти. Я думаю, это не затруднит никого и будет лучше для здоровья. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня ночью возле поселка Кугеси установили электронное табло для водителей. Подобное новшество впервые появилось на дорогах Чувашия. В рамках реализации программы автоматической системы метеообеспечения специальные датчики отслеживают температуру воздуха и дорожного покрытия, влажность, скорость и направление ветра. А видеокамеры, установленные вдоль дорог, передают картинку с места событий. Все эти данные будут поступать на электронное табло, которое и проинформирует водителей о дорожных условиях, о гололедице или ливне и следует ли избавить скорость. Также на табло будет выводиться информация о загруженности трассы и примерный расчет движения до того или иного места. В Козловском районе табло будет установлено в августе. В сентябре в столице Республики пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Организаторы и участники чемпионата обсудили вопросы подготовки спортивного форма. До 40-х годов прошлого века гири и гантели в нашей стране использовались только в цирковых выступлениях. Первые соревнования по гиревому виду спорта прошли в Москве. С тех пор чемпионаты проводятся ежегодно. Чемпионат России 2014 по гиревому виду спорта назначен на 25 сентября. Наш земляк и заслуженный тренер России Сергей Кириллов назначен главным судьей соревнований. По прогнозам тренеров спортсмены из Тюмени, Челябинска и Санкт-Петербурга составят основную конкуренцию нашим спортсменам. Сейчас они на каникулах. Поэтому у организаторов соревнований есть опасения, хватит ли спортсменам времени на подготовку к турниру. Также не хватает инвентаря, но эта проблема решаема. Победитель отправится на чемпионат Европы в Гамбург. Вы смотрели информационную программу «Республика». Я, Александр Базара, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин